Добрый день, друзья! Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сейчас находится в Алма-Ате. О, солдатская заповедь. Подальше от начальства, поближе к кухне, потопали. Может быть, вот по этой причине сейчас АФР находится далеко от столицы? Мы же все понимаем, что все государственные органы, министерства, главные ведомства, в том числе и даже Национальный банк, они все находятся здесь в столице. Так легче проконтролировать их деятельность, поставить задачу и добиться конечного результата. Ну а те, кто находятся где-то далеко, они всегда, вечно живут своей жизнью. По своим законам их практически тяжело проконтролировать. Может быть, этой позиции придерживаться АФР? Я не знаю, но сейчас возникает очень множество вопросов к этому государственному органу. И один из которых мы сейчас обсудим в этом видео. Итак, поехали! Вообще на АФР были возложены большие надежды. Вот всего пару лет назад Национальный банк передал в это агентство свои 34 функции. Даже само название агентства говорит о том, что в их задачи входило навести порядок в сфере финансового рынка и в сфере финансовых организаций. Но в первый год их работы или не работы, мы все столкнулись с такой финансовой пирамидой, как Гарант 24. Мы все об этом знаем, помним и скорбим. Там похоронены серьезные деньги. 21 февраля в столице около сотни человек начали штурмовать один из ломбардов. Как позже сообщили в полиции, речь идет о сети ТОО Гарант 24 Ломбард. Предварительная сумма ущерба составляет более 5 миллиардов тенге. Ну, можно подумать, с кем не бывает. Первый год работы, все мы допускаем ошибки. Но, как оказалось на практике, сегодня мы получили новые финансовые пирамиды. Такие как вот Мубарах, Финика, Астекс. Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничеств. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам. Ладно, друзья, с этими пирамидами понятно, что работа провалена. Может быть, в это время агентство занималось какими-то другими делами. Может быть, они регулировали порядок выдачи кредитов среди кредитных организаций. Так нет же! Сегодня мы имеем неконтролируемый рост долговой нагрузки всего населения нашей страны. Об этом говорят все. Соответствующий депутатский запрос направлен в агентство по регулированию развития финансового рынка. Оказывается, сейчас онлайн-компании, они воспользовались лазейкой в законе. Конкретно речь идет о порядке заключения договора займа. Данные порядки утверждены в постановлении Национального банка номер 232 еще в 2019 году. Вот эти правила противоречат основному закону о микрофинансовой деятельности. Там по закону эффективная ставка вознаграждения не применяется по займам, выданные до 45 дней. Конкретно пункт 3 статьи 4. А вот согласно вот этого порядка, Национальный банк требует указывать в договоре как предельное значение вознаграждения, так и размер годовой эффективной ставки вознаграждения. ГСФ. То есть по закону требуется указывать только предельное значение по таким займам без годовой эффективной ставки вознаграждения. А в правилах Национального банка они требуют указывать и то, и другое. В результате вот онлайн займеры вот имея вот в договоре годовую эффективную ставку начинают приумножать свою прибыль. И это они делают вне закона. Вот я сейчас вам обрисую простую ситуацию. МКОшки приходят в суд и говорят, ну вот мы указали предельное значение вознаграждения, но вот согласно правил, вот они правила, мы должны еще указывать годовую эффективную ставку. Но раз в договоре есть годовая эффективная ставка, то значит мы должны ее начислять. И предусмотренное законом предельное значение вознаграждения уже не является таким предельным. А это, друзья, откровенно говоря, беспредел. Из официальных источников первого кредитного бюро портфель микрокредитов, которые выдавались на сумму до 50 МРП и на срок до 45 дней, составляла на начало 20-го года 61,5 миллиарда тенге. На начало 21-го года уже 71,9 миллиарда тенге. А по итогам 9 месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель микрофинансовых организаций увеличился, и сегодня он уже составляет 1,3 триллиона тенге. Кто допустил? Закон? А тем временем финансовые аналитики теряются в догадках, чего ждать от Мадины Абылкосымовой на ее новом посту, главы агентства по регулированию развития финансового рынка. Вот у меня сложилось такое мнение, что АФР придерживается принципа подальше от руководства и поближе к кормушке. Сейчас онлайн займеры круто обогащаются. И они обогащаются, потому что им это дело позволяет АФР. Ну вот сами посудите, вот за 2 года были внесены очень много поправок в закон. В статье 4 пункт 3 прим. 1 черно по белому написано, что годовая эффективная ставка вознаграждения не применяется по этим займам. То есть его не должно быть там. Оно не должно употребляться. Не должно указываться и тем более использоваться. А вот согласно этого порядка это почему-то применяется. То есть порядок конкретно противоречит закону. Конечно мы понимаем, что выше закон или порядок. То в данном случае микрокредитная организация идет по закону. Говорит, ага, все, здесь мы ничего не указываем. А вот подчиняется этому же порядку, в любом случае не должны подчиняться. Национальный банк же все никак-никак. Здесь нужно указывать годовую эффективную ставку. Вот здесь вот и вот это все закопано, вот эти все беспонтовые противоречия. И мы получаем какую-то там коллизию, лазейку. И этой лазейкой пользуются те, кому это выгодно. Сегодня банки продолжают начислять проценты и тем самым дальше увеличивать долговую нагрузку. Вот вам, господа, конкретная проблема, конкретный вопрос, который необходимо сейчас отработать, чтобы все это привести в соответствие с законом. Агентство возглавила Мадина Абылкасымова и за этот год это уже ее четвертая должность. Она была министром по труду и соцзащите, где подверглась критике со стороны населения после высказывания о миллионных пособиях для многодетных. В отставку ушла вместе с правительством и получила должность вице-министра нациоэкономики. А две недели спустя стала зампредом Нацбанка. Аналитики уверены справиться с задачей без поддержки на самом высоком уровне и вряд ли удастся. Для особо одаренных подскажу. Поменяйте правила. Ну а друзья, это все, что мы хотели сказать к этому часу. Это был первый правовой и независимый канал Диктатура Закона. Подписывайтесь на него, здесь будет еще много полезного и интересного. Всем огромной удачи и пока. Продолжение следует...